На телеканале Россия 1, главные вести Карачаева, Черкесия. Мы работаем в прямом эфире. С вами Руслан Куркмазов. Здравствуйте. Голосование началось. Принимаем поправки Конституции. Соблюдаем безопасный режим. 17 этажей для полицейских. Сегодня заложили первый камень одноподъездного дома. Когда ждать новоселье? Сильный ветер и град в Кузылоктябре подсчитывают ущерб от стихийного бедствия и восстанавливают крыши. Полезный подарок от Алла Шара. Базинская общественная организация подарила еще один аппарат ЭВЛ. Ковед госпиталек. Сегодня в России началось голосование по поправкам в Конституцию. В Карачаево-Черкесии в 8 утра открылись 250 избирательных участков. Одним из первых на своем участке проголосовал руководитель администрации главы и правительства республики Муратозов. В первый день голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию в России на свои избирательные участки исполнить гражданский долг отправились и депутаты парламента. Основной день голосования 1 июля. Но чтобы все прошло максимально безопасно, избирательные участки, а их в России более 96 тысяч, будут работать в течение недели. На всех участках соблюдены все правила безопасности. Обязательно дистанция, движение по стрелкам. Процедура занимает много времени, поэтому пришедшим выдают маски, перчатки, ручки, измеряют температуру. В зал, где проходит голосование, пускают по одному. Спикер парламента Александр Иванов в беседе с журналистами отметил, что жизнь в стране с начала 90-х очень сильно изменилась, поэтому давно назрела необходимость внесения поправок. Я проголосовал за поправки к Конституции вместе с парламентом. Мы, можно сказать, сегодня дали старт голосования с нашими депутатами. Считаю, что поправки нужны, так как с 90-х годов очень многое изменилось, поэтому и созрела необходимость вносить изменения в Конституцию. Это закрепление, прежде всего, социальных гарантий для граждан, таких как минимальная плата труда, индексация размера пенсии и многие другие. Как голосовали вы с Жигути и Нижнем Архизе, мы расскажем чуть позже. А сейчас о церемонии закладки первого камня 17-этажного одноподъездного жилого дома для сотрудников органов внутренних дел Карачаева-Черкесии. В мероприятии принимал участие глава республики Рашид Тимрезов и начальник главного управления МВД по Северокавказскому федеральному округу Сергей Бачурин. Подробнее расскажет наш корреспондент Алихан Лепшоков. С закладки капсулы начнется строительство 17-этажного жилого дома для сотрудников полиции. Глава Карачаева-Черкесии Рашид Тимрезов поздравил всех собравшихся с запуском строительства данного объекта. Также он выразил благодарность руководству МВД России и подчеркнул, что новый жилой дом решит жилищный вопрос многих семей сотрудников полиции. Событие очень знаменательное. Мы с вами сегодня будем участвовать при закладке капсулы строительства многоквартирного жилого дома. Буквально минуту назад я узнал о том, что это будет рекордное количество этажей здания в Карачаево-Черкесской республике. Я хочу выразить вам благодарность за ту поддержку, которую вы оказываете не только в материально-техническом обеспечении органов внутренних дел, но и, конечно же, для жилья и быта наших сотрудников. В свою очередь начальник главного управления органов внутренних дел по СКФО Сергей Бачунин отметил, что завершением строительства этого многоквартирного жилого дома в 2022 году действующие сотрудники полиции и ветераны, которые стояли в очереди на получение квартир, будут обеспечены жильем. Несмотря на сложности экономического характера, ведомство ставит для себя приоритетную задачу обеспечить жильем сотрудников органов внутренних дел, ветеранов органов внутренних дел. От имени министра внутренних дел Российской Федерации и генерала полиции Российской Федерации Колокольца Владимира Александровича выражаю слова благодарности главе Карачаево-Черкесской республики Рашиду Борисовичу Тимрезову, министру внутренних дел по республике Александру Николаевичу Миличенко за принципиальную позицию в решении социально значимых вопросов для сотрудников полиции. После отличившиеся сотрудники ТЛМВД по Карачаево-Черкесии, непосредственно занимавшиеся организацией строительства дома, были отмечены ведомственными наградами. Министр внутренних дел по республике Александр Миличенко подчеркнул, что новый 106-квартирный жилой дом будет оборудован всем необходимым. На территорию установят детскую игровую и спортивную площадки. Также будет и парковка. 106 квартир будет построено. Люди наконец-то смогут в нормальных бытовых условиях проживать, могут нести службу. Безусловно, это долгожданное событие. Ветераны ждут этого, тут уже сотрудники, которые не работают. В завершении глава Рашид Тимрезов, начальник главного управления МВД по СКФО Сергей Бачурин и руководитель МВД республики Александр Миличенко заложили капсулу построящейся новый 17-этажный многоквартирный дом. 106 семей уже к 22-му году получат ключи от новых квартир. Уже в первый день наблюдатели отмечают довольно высокий процент явки. Голосование проходит строго в рамках действующего законодательства с учетом эпидемиологической обстановки. Депутаты парламента, избиравшиеся по Узжигутинскому району, Татьяна Черняева, Расул Кубанов, выполнив свой гражданский долг, в целом остались довольны тем, как организовано голосование и принятых мерах безопасности. Голосование организовано на должном уровне, с соблюдением всех требований безопасности. Все избиратели, приходящие на участок, получают средства индивидуальной защиты, индивидуальную ручку и голосуют. Я считаю, что в первый день активность избирателей достаточно высокая. Комиссия готова к приему людей. И все идет очень хорошо и спокойно. Насколько я вижу, подготовка проведена успешно. Все меры, которые должны быть приняты, они приняты. Мы при входе в участок, нам были обеспечены все необходимые средства защиты, соблюдалась социальная дистанция друг от друга. На входе были дезинфицирующие средства, которыми можно было обработать. И в целом организация поставлена достаточно на высоком уровне. В Карачаево-Черкесии жители проявили активность в этом голосовании. Звездных городов Буково, где проникают в тайны вселенной, сегодня стал площадкой для голосования по поправкам в основной закон страны. Из Нижнего Архиза репортаж Али Боташева. Измерение температуры тепловизором, вручение маски, перчаток и ручки при входе на избирательный участок. Стандартная процедура для каждого участника общероссийского голосования по поправкам в Конституцию. После предъявления паспорта Элеонора Долженко ставит подпись, берет бланк и направляется в кабину для голосования. Заполненный бюллетень погружается в прозрачную урну в присутствии наблюдателей и других лиц. Это моя гражданская позиция. И что очень удобно и приятно, я проживаю на территории, территориально в городе Пятигорске, Ставропольского края. И переживала по этому поводу, что мне придется как раньше идти брать где-то откреплительный талон, тратить свое личное время. И вот тут вот узнала о системе мобильного голосования, написала заявление на голосование по месту нахождения. Мне очень удобно, все организовано, средства индивидуальной защиты, индивидуальная ручка, дистанция в связи с событиями, которые сейчас у нас есть. Вот что, конечно, я исполнила свой гражданский долг. Я считаю, что это долг каждого гражданина, потому что именно Конституция у нас формирует гражданский характер страны и помогает самоидентификации наций. Разметки на полу, отдельный вход на участок и выход, санитарная обработка помещения в течение каждого часа, дополнительные меры безопасности. Голосование будет проходить в течение семи дней, чтобы избежать очередей, минимизировать контакты и обеспечить каждому гражданину комфортные условия для реализации своего права голоса, говорит председатель избирательного участка. У нас обеспечивается тайна голосования. Есть специальные кабинки, но в этот раз они без шторок, чтобы люди лишний раз не трогали ничего руками. Каждый проголосовавший заходит в кабинку и опускает ящик в бюллетень. У нас два выхода, то есть вход и выход, поэтому участники голосования не сталкиваются друг с другом. Каким образом обеспечивается сохранность бюллетеней? Сохранность бюллетеней обеспечивается полицией. Мы все бюллетени посчитали, опечатали, в сейф закрыли, и сейф у нас охраняет целых два полицейских. В поселке Нижний Архыс 477 человек. Уже сегодня на 11 утра на 123-м избирательном участке по поправкам в Конституцию проголосовало 13 граждан России. А всероссийское голосование продлится до 1 июля включительно. Участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Али Баташев, Расул Бердиев, Вести Карачаева, Черкесия, Зеленчугский район. В Зеленчугском районе определяют размер ущерба после сильного ограда. Со слов местных жителей, накануне во второй половине дня в Оуле Красный Октябрь Зеленчугского района начался град. Сильный ветер сорвал крышу сельского дома культуры. При этом никто из жителей не пострадал. Но уже последствия стихии устраняют и восстанавливают крышу дома культуры. Сильный град повредил сельскохозяйственные насаждения и повредил имущество многих аульчан. Говорят, в местной администрации размер ущерба уточняется. Ветер, потом небольшой град, потом сильный град. Ветер был такой сильный. И вот люди позвонили, говорят, что там сначала у кого картошка, у кого капуста, очень много людей, к сожалению, пострадали. Именно в сельхозугодии. Сынокосы пострадали, там кукуруза у некоторых, у некоторых. Вот капуста, картошка. И вот снесло крышу дома культуры. Чуть-чуть повредил нам газопровод, который идет несеть. И несколько домов сейчас пишут заявление в администрации. Далее мы расскажем о полезном абазинском подарке народам Карачаева-Черкесии. А сейчас прогноз погоды на завтра. В Карачаево-Черкесии переменная облачность. Местами кратковременные дочери гроза. Ветер восточный 5-10 метров в секунду. Днем порывы до 11-14. Температура воздуха ночью плюс 11-16. Днем 23-28, больше нуля. В горах ночью до плюс 9, а днем до плюс 20. В Черкесске бессущественных осадков. Днем порывы восточного ветра до 14 метров в секунду. Температура ночью 14-16, днем 26-28 градусов тепла. Автовая база «Жасмин Текстиль» предлагает в широком ассортименте постельное белье, одеяло, дивандеки, скатерти, полотенца, халаты и многое другое. Приглашаем розничные магазины для сотрудничества. Мы работаем напрямую с фабриками Турции. Наличный безналичный расчет, а также кредит при покупке от 50 тысяч рублей скидка 5%. От 150 тысяч скидка 7,5%. Черкеска, улица Октябрьская, 321-Б, телефон 8-938-030-3050. Инстаграм «Жасминэлиттекстиль09». Это главная вести республики. Мы работаем в прямом эфире. Новости за перштаба. На сегодняшний день в Карачаево-Черкесии выявлено 82 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших COVID-19 в республике составило 3149. Выздоровели более 1648. Госпитализированы. Еще один аппарат ОВЛ получил сегодня госпиталь Карачаева-Черкесии от Мукзэкзэкова. На этот раз жизненно важное оборудование поступило в Северный госпиталь, размещенный в республиканском анкодиспансере. Аппарат искусственной вентиляции легких приобрел для лечебного учреждения заместитель председателя Народного собрания, президент Международного объединения Лошара Мукзэкзэков. А с имени всех пациентов и персонала госпиталя сотрудник Министерства здравоохранения республики Виталий Юсенко выразил огромную благодарность Мукзэкзэкову за помощь в лечении больных. Это очень нужное оборудование, которое соответствует последним технологиям, которое будет применяться для лечения больных в нашем ковидном госпитале Северном. Я думаю, поможет многим людям выздороветь или быстрее улучшить свое состояние. Поэтому еще раз говорю большое спасибо. Это очередной ВЛ. Один уже был ранее в республиканскую больницу отдан. И вот еще один как раз-таки приобрел Мусаха Балич как раз-таки для этого госпиталя. И как благотворительность, если скажем так, Мусаха Балич изначально с первых дней пандемии помогает людям. Где-то лекарствами, где-то оборудованием для ФАПов, где-то для больниц оборудование как раз-таки ВЛ. Это все вести на сегодня. Спасибо всем. А прямо сейчас премьера фильма «Посторонние». До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова